всем привет ребята вы на канале оффроуд крупки и сегодня у нас на обзоре луаз с дизельным двигателем многие из вас спросили и писали мне в личку снять обзор на этот луаз как ставился двигатель какие есть доработки интересен данный экземпляр это тем что здесь установлен дизельный двигатель установлена блокировка спереди и стоит вот такая вот интересная резина многие из вас уже видели как едет этот луаз по бездорожью сейчас я задам пару вопросов владельцу он еще подробно расскажет и покажет саша привет расскажи пожалуйста о своей технике всем привет ну изначально когда покупался луаз уже планировал составить сюда дизель или луаз полностью сток такой пробег маленький 20 тысяч пробега заводской пробег не стоял в роже я считаю что мне повезло нашел такой экземпляр первым делом поставили дизель резина у меня была уже куплена раньше самодельный трактор планировал делать оставалось только найти диски но диски были у друга с ландровер фрилендер остались диски они как раз подошли двигатель купили спасата второго как бы более-менее нормальном состоянии лучше спасата второго потому что сразу было уже сцепление то которое нужно нам если брать от гольфа двигатель сцепление но все равно искать либо audi 80 либо посад b2 чтобы корзину ставить либо жигулевскую либо пульсвадинский оставлять диск сцепления оставляем жигулевский пошли сам на коробку подходит им все прекрасно старсер куплен от посад b5 1.9 тди редукторный плиту сам вырезал особо проблем установить его нет не випа сложнее поставить только добавлена третья опора потому что двигатель тяжелее ставили спереди третий опор большая нагрузка была бы на коробку опора самодельная какой-то саленблок пежо был сделали как бы ну все держится нормально поменяли только поддон поставили на гольфа он более ровный кстати больший уклон радиатор охлаждения вольф 2 1 и 3 бензин но радиатора маловато желательно радиатор поставить больше я планировал менять потому что если в жару на бездорожье постоянно работает вентилятор температура как бы до 100 не доходит но все равно я хочу поменять радиатор система охлаждения фольксвагенский вся бачок радиатора патрубки посад b2 все как бы с одной машины первый выезд на бездорожье был не очень удачный как бы сразу ехала нормально потом что-то пошло с коробкой но под коробку уже была ремонтная старым хозяином еще здесь половину было запорожца я так понял половину от луаза и вот не выдержала задняя передача и первое обломала шлицы была куплена коробка бу недорого и задний редуктор и сразу же делалось на перед блокировка то есть разобрал коробку заднего редуктора вынял блокировку поставил вперед и собрал коробку теперь получилась блокировка спереди и сзади установлена рейка с фольксваген вольф 2 тоже с дизеля ну по рулевому стало лучше рулиться люфта нет руль легче угловой редуктор еще стоит транспонтера 3 саша вот у тебя установлена такая злая резина скажи были ли проблемы по трансмиссии проблема по трансмиссии была только первый выезд коробка но она уже когда я покупал машину уже была с проблемами по редукторам по полуосям пока что еще ничего не ломала и не пришало но на всякий случай у меня есть в запасе я проиграл с аэродуктора полуоси мало ли что подготовлен до переделал бампер и швеллера вот эта труба была с увазика немного обрезали поставили добавили туле цветомаскировка фар но немного получше стал смотреть планирую что сделать лифт на 4 сантиметра и переднюю ось выкатить на 5 сантиметров и немного загрузит зад я так думаю и облегчит перед не такой большой связь будет на передние колеса саша скажи удобные сиденья какие-то у тебя с какой это машины стиль день из бмв е34 удобнее чем луазовские заводские что было твои поставить задние заводские сиденья остались менять не планирую не все аккуратно слаживаются отлаживаются к плеву передние арки задней печка установлены жигулей то зимой уже не замерзнешь что планируется покраска обшивка салона полная разборка покраска салон обшиваем эко кожу планирую вот и закончился наш обзор на луаз саша спасибо тебе за обзор пожалуйста если вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии всем пока